В Москве сегодня запустили туристический экспресс. Первый уже прибыл в подмосковную Коломну. На перроне людей встретили местные геды. Сейчас экскурсия в самом разгаре. Туристы, оказывается, уже познакомились с Коломенским Кремлем и перешли к дегустации напитков, таких как квас из битинь. Может быть и не только. Вместе с ними путешествует наш корреспондент Анна Заброда. Ань, ну что, по усам текло? В рот попало? Как тебе вся эта затея? Приветствую. Да, Кадырия, здравствуй. Действительно, находимся мы в месте, где можно попробовать и квас, и медовуху, и различные настойки медовые, и даже вот сбитень. У меня как раз в руках он и есть. Такой достаточно концентрированный напиток. Его даже разбавляют водой. Ну, по вкусу, честно, сбитень пробовала первый раз. Мне лично напоминает компот. Ну, такой вот с привкусом меда. Ну, а что это за напиток, сейчас спросим у специалиста. Елена, здравствуйте. Вот расскажите, сбитень, что за технология производства и насколько она старая? И я знаю, что это всё производится здесь. То есть такой натурпродукт получается. Да, производят всё на пчеловодном комбинате Коломенский. Сбитень – это старинный русский напиток, сделанный на основе меда и 15 видов трав и пряностей. Мед взбивается и потом добавляется или в чай, или в кофе. Можно его просто разбавлять холодной водой и горячей водой. Он очень хорошо согревает, успокаивает нервную систему. Вот как раз и полезные свойства, да, это напитка. То есть, получается, его и детишкам можно пить? Можно, да. Ну, если, конечно, у детей или у людей нет аллергии на мед. А так всё можно, пожалуйста, употреблять. Он безалкогольный идёт. Все бальзамы у нас безалкогольные. А вот вы его тёплой водой разводите, да? Его можно добавлять в чай, в кофе, но, конечно, чтобы температура воды была где-то до 80-70 градусов, так как мед после 80 градусов теряет свои целебные свойства. Спасибо, Елена. Ну, можно здесь не только продегустировать все эти напитки, но и приобрести, если есть желание. Это уже была вторая точка нашего маршрута. До этого с нашими туристами мы посмотрели Коломенский Кремль. В общем-то, это основная достопримечательность, ради которой сюда едут туристы. Но меня, если честно, больше всего удивило то, как соседствует в Коломне история и современность. Потому что рядом с Кремлём непосредственно стоят дома жилые, где живут обычные люди. Но вот их обязуют содержать фасад дома в стиле 19-го, начала 20-х веков. Ну и вот наш гид, Лариса Николаевна, которая сегодня проводила нашу экскурсию. Лариса Николаевна, у меня к вам такой вопрос. Вот три причины, почему стоит приехать в Коломну, помимо Кремля, которым все знают, безусловно. Коломна-город интересный. Его нужно рассматривать как духовный центр, как центр культурный. Конечно, нужно посмотреть, почему и где собирали великие князья московские войска, чтобы идти воевать с неприятелем. Потом Коломна в 2013 году стала победителем конкурса «Россия-10». Это важно. Нужно посмотреть, за что голосовали люди всей страны. От Камчатки до Калининграда. Ну и, наверное, третий такой вот главный фактор – это то, что в Коломне работают самые разные и очень интересные музеи. Коломна-город-музей. Здесь больше 15 музеев. Хотите, смотрите классического варианта, хотите интерактивные. Конечно, всем известны наши музеи коломенской пастилы, музейная фабрика пастильная. Но ведь очень интересно, есть ли музеи совершенно другой направленности. Например, уникальный музей кузнечного искусства. Это уже все вне, получается, нашего маршрута. Кстати, по поводу фабрики пастилы. Туда мы сегодня еще отправимся. Это тоже одна из точек нашего маршрута. Мы немножко отстали от нашей группы, которая сейчас пошла на обед. И вот после обеда как раз поедем мы на фабрику пастилы, где можно, пойдем точнее, на фабрику пастилы, где можно будет опять же ее продегустировать. Ну, то есть, получается, перед обедом попробовали напитки, после обеда еще попробуем сладкую пастилу. Я напомню, что наш маршрут сегодня начался в 8.50. Выехали мы из Москвы, через час пятьдесят уже были в Коломне. Но до сих пор наша экскурсия продолжается. В шесть часов вечера по плану мы должны вернуться в Москву. Кадриян. Ох, ну какая же вкусная у вас сегодня экскурсия. Прям завидуем тебе. Особенно, когда ты начала говорить о пастиле. У меня прямо сразу детские воспоминания. Какую же пастилу готовила моя бабушка. А если будет возможность, прихвати нам кусочек. Спасибо тебе большое. Хорошей дегустации и хорошей экскурсии. Может быть, кто-то сейчас как раз успеет присоединиться к вам в Коломне из наших телезрителей. Вдруг у кого-то как раз не было планов на сегодняшний выходной. Спасибо тебе большое. На прямой связи со студией была наш корреспондент Анна Заброда.